Я с нашими зрителями историю с несколькими одиозными личностями, мы отслеживаем уже несколько бесед подряд, интервью на YouTube-канале Дмитрий Гордон выходит каждый день, поэтому тут у нас зрители ничего не пропускают, и, конечно, все с интересом следили, писали комментарии за судьбой бывшего народного депутата Ирины Фариона. В общем, чем закончилось? Закончилось на сегодняшний день, пока что. Взялись за нее СБУ, открыли дело сразу по четырем статьям, туда же история с оскорблением военных по признаку языка, туда же слив личных данных про украинского студента из Крыма, который позволил себе Фарион, назначили даже психолингвистическую экспертизу. Я понимаю, что это, наверное, с психиатрией не связано, но наши зрители считают, что ее, наверное, тоже стоило бы назначить. В целом, да, сама, кстати, Фарион уже к Зеленскому обращалась, говорит, вот военщина проклятая, значит, как это сказать, порочит честь мундира, шлет меня, ну, извините, шлет меня нахуй прямым текстом, значит, надо с этим разобраться. И по поводу увольнения с университета она решила судиться, то есть до конца с этим проукраинским студентом говорит, я не знал, откуда он, хотя она прям публиковала данные с его адресом, там, и откуда ей пишут. Вот, я не знаю, Александр, как вы считаете, это, ну, вот, вы знаете, такие громкие скандалы у нас в стране часто происходят для того, чтобы отвлечь от чего-то внимание. Я не знаю, насколько могут пользоваться услугами Фарион для таких целей, но вот не знаю, скандал за скандалом, ну, как так? Я считаю, что Ирину Фарион необходимо проверить на детекторе лжи, на полиграфе. Сейчас объясню, почему. Ирина Фарион когда-то курировала в Львовском университете, занималась времена коммунизма и КГБ, занималась иностранными студентами. Иностранными студентами. В советское время на эти должности, скажем так, ставились исключительно ГБшники, ЧК, чекисты ставились. И они или вербовали людей, или просили тех людей, которые сидят в системе, вербовать их. Благодаря созданию университетов, таких как Патриса Умумба в Москве, или направлению отдельно взятых граждан, студентов с тех или иных африканских территорий, азиатских территорий, ближневосточных, Советский Союз получил колоссальную агентуру, которую он до сих пор юзает. Россия уже юзает. Советского Союза нет, и Москва все этим занимается. Уже система ФСБ, это КГБ, ФСБ, это одно и то же. Вот банальный пример. Господин Аббас Махмуд, глава палестинской автономии, почетный доктор МГИМО, до этого закончил Российский Московский университет. Хафиз Асад, отец Башара Асада, летал на российских МИГах, учился в России, в Советском Союзе. Халиф Ахафтар, я вам о нем рассказывал в прошлый раз, это фельдмаршал, который сейчас при помощи россиян, его войска занимают восточную часть Ливии, отправляют в карманы российских силовиков денежки от поставок нефти. Вообще хотят поставить под угрозу безопасность Южной Европы, построить базу Российской Федерации военно-морскую на территории Ливии. Учился в российских вузах, в Советских. Диктатор, египетские президенты, вьетнамские, африканских стран заканчивали советские вузы. Так это работало. С ними работали такие, как Ирина Фарион. Просто спросите, поспрашивайте у людей, которые или в теме, или которые из системы КГБ, или те, которые непосредственно к тем, которым подходили, скажем так. Все они вам скажут, что да, вот так это и происходило, что их или вербовали такие люди, или же их данные направляли сотрудникам КГБ СССР, которые приходили и уже их вербовали в ресторанчиках, в кафешках, не знаю, где-то на дискотеках и так далее. Ирине Фарионе нужно пройти полиграф. Она, кстати, проходила один несколько лет назад, но оказалось, что лицензия у человека, который это все делал, Российской Федерации. Они там такие придурки, понимаете, которые даже уже не парятся. Понимаете, так деградировала эта система КГБ-шная вся в России, что они уже просто даже не парятся ни о чем. Поэтому просто подсунули эту липовую бумажку с названием этого гражданина, который оказался еще и человеком, который работает по российской лицензии. И вот по этой российской лицензии борец Ирина Фарион, чуть не сказал Фараон, простите, она и прошла детектор. Вот, учитывая все эти последние скандалы, давайте-ка попробуем, вы говорили о чести мундира или о чем там? Вот пусть защитит честь мундира. Пройдет наконец-то детектор лжи, полиграф, и покажет, являлась ли и является ли сейчас сотрудницей советских терророссийских органов госбезопасности. Да, ну а вы, кстати, друзья, свое мнение оставьте в комментариях. И думаю, у вас есть ответ тоже для себя лично сформированный на этот вопрос. Еще одно громкое дело, на самом деле, которое значительно более, наверное, опасное, это, конечно, арест народного депутата Александра Дубинского, которого, напомню, в Верховную Раду привела пропрезидентская партия, да, то есть этот человек был частью команды действующей политического руководства. После этого его из скандалов, из фракции выгнали, теперь вот отправили, значит, в СИЗО. Он фигурант нескольких дел, но самое громкое, конечно, которое вот касается нашего сегодняшнего разговора, это работа на российскую разведку. Да, для наших зрителей, кто пропустил, Дубинский с позывным «Буратино», такой вот у него был связной, значит, с агентами российского главного разведывательного управления, по версии следствия распространял фейти о высшем военно-политическом руководстве Украины, один из примеров якобы вмешательства Украины в выборы президентские в Соединенных Штатах в 2019 году. И, ну, тут можно много, конечно, говорить отдельно об самом Дубинском, да, он под санкциями под американскими, это тоже мы все помним. Однако, да, вот что самое опасное, как мне кажется, то есть человек, так или иначе, сотрудничающий с российскими спецслужбами, на второй год войны, да что там на второй, к концу второго года войны, всё ещё находился в украинском парламенте. И если мы до сих пор не можем вычистить даже не то, что теневые, но публичные пласты нашей власти, то мне страшно представить, сколько таких Дубинских может быть, ну, давайте так, презумпция невиновности, насколько таких, когда людей, похожих по вероятному обвинению со стороны украинских спецслужб, может быть в других эшелонах власти. Вот насколько это действительно опасные симптомы, как им удаётся так долго, ну, оставаться, как бы, на свободе, безнаказанно, не привлекать к себе внимания. Я предполагаю, что до сих пор в Украине, в различных органах власти, что называется, в самой элите, огромное количество представителей российской агентуры. Я думаю, что со временем мы будем узнавать всё больше и больше данных о том, кто же ими является. К большому сожалению, до сих пор это есть, и это колоссальная опасность. Поэтому я, кстати, считаю, что для того, чтобы попасть на госслужбу, особенно в наше время, необходимо проходить обязательную процедуру полиграфа. Мне должен быть один вопрос. Работаете ли вы на вражескую разведку или на вражеские органы госбезопасности или нет? И пропустить через это сито очень многих людей. И прошлых, и нынешних, и тех, которые стремятся стать будущим. Это первое. Второе. Ну, следствие должно разобраться. Я напомню, что в Америке следствие как бы идёт. И было. И что американские органы, в том числе и ФБР, называли некоторых людей, потому что всё заключается в том, что определённая группа лиц, где был Александр Дубинский, передавала Рудольфу Джулиани, личному адвокату Трампа, данные в отношении сына Байдена Хантера. И более того, в отношении, в принципе, и Байдена, и некоторых демократов, и не только, и того, чем они занимались, о чём они вели переговоры на территории Украины. Показательно, что, например, тот же Дыркач называется американскими органами сотрудником ФСБ Российской Федерации. Если СБУ украинская говорит, что это была военная российская разведка, может, это вообще была общая операция. Поэтому, конечно, было бы интересно узнать, чем это всё завершится. Но вы абсолютно правы. Это небезопасно. Когда в украинских эшелонах власти, в украинском парламенте, в украинских силовых органах, где-то в правительственных кварталах находится российская агентура. И есть ещё один момент. Украина дважды вляпалась в американские выборы. Очень и очень плохо. Во времена Порошенко и во времена Зеленского. В первый раз поставили на Хиллари Клинтон, второй раз пытались там где-то что-то как-то вот через этих ребят. Они же подтачивали это всё сотрудничать, значит, с Трампом. Копать против Байдена и сына. И тогда же, вы помните, за несколько дней до окончания выборов в США, до начала, точнее, выборов в США, до избирательного дня, появилась эта большая публикация, «Нью-Йорк-Пост» с этими товарищами с обвинениями Хантера Байдена и прочее, которые назвали фейком, вбросом. Кстати, российских спецслужб. Поэтому я очень надеюсь, что Украина больше не повторит этой ошибки. И в третий раз, особенно сейчас, когда такая сложная ситуация, мы непонятно, как получим эти деньги и когда, финансовую и военную помощь, что мы сейчас вообще не будем трогать американские выборы. И если есть люди, которые пытаются туда влезть, или которых подозревают в том, что они влезали, значит, нужно показать, в том числе и американцам, что мы готовы противодействовать этому. Иначе будет снова проблема, и мы окажемся в заднице. Потому что неважно будет, победит Байден или Трамп. Но если мы вляпаемся снова в американскую историю, то для Украины это будет просто катастрофа. Абсолютно с вами согласен. Я вот на секунду отвлекался. Александр, слушал вас. А сам еще помню, когда вы сказали о Дубинском и полиграфии, мне показалось, что где-то такая история уже была. Я вспомнил, да, в начале их каденции, как народных депутатов. Тогда, после того, как депутаты провалили антикоррупционный законопроект, значит, президент Владимир Зеленский отправил, значит, членов финансового комитета на детектор лжи. Вот тогда Дубинскому удалось его пройти. Он сидел в футболке, они просто пи***дят наши деньги. И проходил полиграф. И тогда вот полиграф показал, что, значит, эти руки ничего не брали. Но в целом, да, будет... Это же разные вопросы, правда? Коррупция и сотрудничество с российской разведкой. Это разные дела. Надо проверять всех. Тогда агентуры не будет. Да, друзья, вы ваше мнение оставляйте в комментариях. Александр, напоследок, еще одна тема. Давайте попробуем коротко ее обсудить, хотя она, конечно, глобальная, и, наверное, ей можно посвятить целую отдельную программу. Мы видим, ну и наши зрители тоже заметили, что сейчас, особенно в западных медиа, и от западных политиков, и не только западных, мы все чаще слышим какие-то прогнозы, предположения о том, сколько будет длиться война России против Украины. Понятное дело, что это зависит от огромного количества факторов. И поставки оружия Украине, и мобилизация в Российской Федерации. Ну, огромное количество факторов. Но действительно себе делать прогнозы определенные позволяют уже все, кому не лень. И там вот эта вилка диапазона, она варьируется просто. Ну, от двух недель, о которых мы слышали уже. Ну, ладно, это было давно. Теперь вот просто до войны, которая может длиться десятилетиями. Да, одни говорят, в следующем году закончится, другие говорят, война не закончится вообще никогда. Экономист считает, что пять лет будет война продолжаться из-за того, что ни Украина, ни Россия не хотят сейчас идти на уступки. Поправьте меня, может быть, я не прав, но вот я эту какую-то динамику таких высказываний наблюдаю. Если вы тоже, то с чем это может быть связано? И почему такой разброс в прогнозах? Прямо от года до бесконечности? Когда-то я пару месяцев назад общался с бывшим главой генштаба Великобритании Марком Коротым-Смитом. Первые месяцы войны он еще возглавлял генштаб британский. И он мне сказал, что война будет длиться еще несколько лет, до 26-го, потом будет короткая пауза, и потом снова вторая фаза войны. Я тогда тоже не понял, откуда такие соображения могут возникать, как я и сейчас не понимаю, откуда такие прогнозы у The Economist. Вы правильно говорите, что это зависит от многих факторов. И предугадать эти факторы никто не может. Вот банальный пример. До Трампа была стратегия, что Америка должна быть готова к тому, чтобы вести две войны. Средние по своим масштабам. А во время Трампа сфокусировались на одной войне с Китаем, что вот она возможна. А сейчас Америка занимается и Украиной, и Ближним Востоком, и потенциально Тайванем. А потенциально еще огромным количеством других стран, которыми может заниматься в будущем Америка. Есть вопросы, понимаете, экономики, которые никто не отменял. Для меня показательным был вообще прогноз Банка Британии, английского банка, как только началась война России против Украины. В мире наблюдается рецессия, падение катастрофической экономики. И вот диктатуры, такие как Россия, такие как Китай, такие как Иран, для того, чтобы спастись, не экономикам, не своих людей, чтобы спасти, чтобы спасти свои кресла, кресла кровавых диктаторов, они меняют кошельки, карманы. Они из одного кармана, кармана, который направлен на развитие, перекладывают в карман милитаризации. Для того, чтобы спасти экономику, необходимо начать войну, как мы знаем. Иногда это заканчивается очень плохо для диктаторов. Особенно для советских и царских диктаторов это заканчивалось крайне плохо, очень часто. Иногда это заканчивается хорошо. Но панк Англии считал, что к 26-му году, тире 27-му, рецессия может быть закончена. Означает ли это, что как только экономика вздохнет свободно, Россия или Китай захотят ни с того ни с сего примириться и быть голубями мира? Нет. Означает ли это, что Россия перестанет быть для Украины, даже если настанет какой-то там условный мир или Украина выйдет на границе 91-го года, что она перестанет быть экзистенциальной угрозой, постоянной угрозой, для Украины? Нет. Я вообще считаю, что на ближайшие десятилетия, даже после окончания войны, Россия будет угрозой для Украины. При Путине и после Путина. Кто бы там ни находился. И что будет реваншизм? Причина проста. Когда на территории той или иной страны возникают правые идеологии, в особенности фашизм, это может, понимаете, оно не может привести к невойне. Оно всегда приводит или к агрессии и к захвату, или оно приводит к тому, что страна окукливается и в последующем всё равно через реваншизм приводит ситуацию к тому, что начинается вторая стадия этой войны. Что Россия всё равно будет стремиться к реваншу даже после поражения. ни один президент России, какой бы эта Россия ни была, во что бы она ни превратилась с годами, даже если её территориально пощипают те или иные страны, в том числе Китай, она всегда будет стремиться к тому, чтобы вернуть Украину в свою орбиту, чтобы воссоздать империю, чтобы контролировать и расширяться, и контролировать дополнительные территории, она сделает всё возможное для того, чтобы сохранить ядерный потенциал, и она сделает всё возможное для того, чтобы или сохранить, или в последующем снова забрать Крым. Путину не нужна та или иная область Украины, ему нужна вся Украина. Тем людям, которые будут после Путина, так же это всё будет нужно. После того, как ушёл Сталин, пришёл Хрущёв. После Брежнева был условный Андропов. При Горбачёве, когда состоялось огромное количество конфликтов по всему Советскому Союзу, пришёл Ельцин, а за ним Путин. Кто бы ни пришёл в Россию, это будет проблемой для Украины на десятилетия. Поэтому для нас единственный шанс вообще сохраниться и отстоять себя, это, конечно же, стать частью НАТО и сделать всё возможное, чтобы ситуация в мире стабилизировалась и чтобы, конечно, Америка победила в этом противостоянии с диктаторами, которыми являются Россия, Иран и Китай. На этой ноте сегодня будем ставить троеточие. Я хотел ещё обсудить, Александр, с вами идею принятия Украины частичного в НАТО, но отложим до следующего раза, потому что эта тема, я уверен, ещё будет появляться на полосах газет, так сказать, поэтому мы к этой теме будем возвращаться. Ещё спасибо, Александр, что были сегодня с нами. Международный аналитик Александр Демченко сегодня помогал нам разбираться в сложных процессах. На самом деле, правда, огромное количество новой информации. Благодарю вас за это, друзья. Вы тоже отблагодарите Александра лайком. Меня поздравьте с Днём работника телерадио Вещани. С вами увидимся уже завтра. С вами Александр в ближайшее время. Спасибо, что были с нами, друзья. Спасибо. Всем пока.